Девушки отдыхают Это не я, президент Юй, правда? Юй, это совпадение Столько совпадений быть не может Одно дело одинаково думать, но выбрать те же СМИ, думаете это совпадение? Почему не может быть совпадением? Железнодорожных ресурсов немного, целевая аудитория каждого та же Нормально прийти к такому выводу Плюс я слышал от моего друга, с железнодорожными СМИ вели переговоры за неделю до нас Неделю назад ты даже план свой не доработал Намекаешь, что я отстаю? Не может быть, невозможно Что в этом такого невозможного? Насколько я знаю, наши конкуренты активны в своей работе Все сотрудники выражают свои идеи, учатся на сильных сторонах друг друга И большинство сотрудников из них – опытные ветераны Придумать план общими усилиями не так уж и невозможно Напротив, наш сайт полагается на твое руководство Все остальные выполняют твои приказы А когда ты расслабляешься, темп всей компании замедляется Раньше я считала Литенфея хорошим исполнителем, но не лидером Но теперь я вижу, что это не так В нашей компании Твой стиль микроменеджмента подавлял его лидерский талант А на новой платформе без тебя Способности Литенфея полностью реализованы Хватит, я понял Я знаю, ты не хочешь этого слышать Но реальность такова Мы столкнулись с очень серьезной проблемой Наши конкуренты проявляют способности под руководством Литенфея Плюс финансовая поддержка от Чень Хушена Давление на нас в будущем возрастет Подготовься к этому Мы примем вызов лицом к лицу Я не проиграю Вам туда нельзя У нас нет для вас мусора Барышня, я пришла не мусор собирать, а к своему сыну Ваш сын работает в нашей компании? Вы, должно быть, шутите Как его зовут? Литенфей Президент Ли Замечательно Здесь я и работаю Тетя, выпейте, пожалуйста, чаю Спасибо Без проблем, это мой долг Президент Ли, я пойду, если что, зовите Хорошо, ступай Вам, садись, давай Хорошо Вот, выпей воды Хорошо Сынок Я так рада видеть тебя таким успешным Мам Я немного преуспел И привел тебя сюда Хорошо Посмотри на себя Ты не носишь новую одежду Не летаешь на самолете И не предупредил, что приедешь Неудивительно, что тебя не впустили Сынок Я смутила тебя? О чем ты говоришь? Я привыкла к трудным временам Все эти новые гаджеты И одежда Я не знаю, как ими пользоваться И не могу заставить себя носить Кроме того, если я оденусь красиво на прогулку На меня нападет вор Маб Если это платье испачкается Мы постираем его Станет старым, купим новое А если что-то сломается Мы починим А если устареет Мы выбросим Хорошо? Или отдадим нуждающимся У меня только одна мама Почему ты такая бережливая? Разве не знаешь, что я усердно работаю В надежде подарить тебе лучшую жизнь? Сынок Я знаю, ты разумен И почтителен Не зря я в тебе души не чаяла Посмотри на себя, плачешь Мы были так счастливы сейчас Люди решат, что я не уважаю тебя Кто посмеет так сказать? Я разберусь с ними Сынок, посмотри Что я привезла тебе? Как много всего? Орехи С деревьев позади дома? Я сама посадила Вот, вот На этот раз Я даже привезла Для твоих друзей Одного из них зовут Юй С чем-то там Ему очень нравятся наши орехи Как же его зовут? Юй Пэн Юэ Верно, верно Ну что за память Юй Пэн Юэ Я скучаю по ним Когда отвезешь меня к друзьям? Ешь, ешь У меня здесь есть еще Я снимаю небольшую квартиру Оставайся здесь на ближайшие деньки А это квартира Слишком дорогая Сколько стоит проживание? Сынок Я непридирчива Мам Присядь сюда Не беспокойся о деньгах У меня есть деньги Устраивайся поудобнее Завтра я отведу тебя на прогулку Раз ты здесь, почувствуй жизнь большого города Хорошо? Хорошо, хорошо Председатель звонит Алло, господин Чэнь В Шанхай Хорошо, я понял Прости, мам Нужно срочно позвонить Завтра я поеду в Шанхай в командировку Меня не будет целый день Я тебя не удерживаю Езжай Как насчет этого? Я найду тебе компанию Найдешь кого-то? Кого? Ты же хотела, чтобы я нашел девушку Обещаю, ты останешься довольна этим человеком Ладно, ладно Алло Привет, Сяу Юй Тен Фэй У тебя что-то срочное? Хотел попросить об одолжении Не волнуйся Это не связано с работой Речь о моей маме О твоей маме? С тетей что-то случилось? Такое дело Мне только что сообщили Про поездку в Шанхай навстречу А тут мама приехала Без предупреждения Застала меня врасплох Я тут подумал Ты завтра свободна? Сможешь погулять с ней? Я вернусь только вечером А ты спрашивал Яне об этом Будь Ян свободен, стал бы я звонить Его обеспеченность напрягает меня Не зацикливайся на этом Это не имеет никакого отношения К работе, к должностям Просто помощь другу Я и Пен Ви Не будет против? Ладно Спасибо, я пришлю тебе Мамин номер Хорошо Хорошо Мамин номер Что? Чувствуешь вину? Стыдно оставаться? Стыдно? Не придумывай. Все мои поступки для выживания. И ради моей мамы. Мне не за что чувствовать вину. Я Джитсю однажды назвал тебя лицемером. Если есть шанс оправдаться, ты всегда найдешь способ быть в ладу со своей совестью. Так точно судишь о людях? Жаль, что Сяо Юй не видит тебя насквозь. Мама приехала в гости, а у меня... Внезапная поездка в Шанхай. Нет выбора. Пришлось попросить Сяо Юй позаботиться о маме вместо меня. Она согласилась. На ближайшие пару дней, вероятно, ты не увидишь Сяо Юй. Что ты замышляешь? Замышляю. Просто знакомство с семьей. Не волнуйся. Они обязательно... хорошо поладят. Дядя, паренек. Какую работу ты поручил моей Сяо Юй? Почему она ходит по магазинам с деревенской старушкой? Дядя, это не я поручил. Она взяла выходной. Выходной? Тогда кто эта старушка? Мама Литин Фея. Приехала в БФА навестить его, а Литин Фея уехала в командировку. Вот он и попросил Сяо Юй присмотреть. Кто знает, намеренный или нет. Я думаю, Литин Фея ставит перед фактом. Парень, ты в опасности. Послушай, если снова проиграешь, я правда не смогу тебе помочь. Дядя, умоляю вас, я и так обеспокоен. Не надо сарказма. Да шучу я. У тебя совсем нет чувства юмора. Послушай, плевать, если ты не уверен в себе, но не сомневайся в моей Сяо Юй. Понял? Если дело касается друзей и их просьб, моя девочка всегда готова помочь. Но моя Сяо Юй точно не та, кто сидит на двух стульях. Ясно? Мам. Сяо Юй, ты молодец, спасибо. Спасибо. Ты весь день была с мамой. Я сама давно не ходила за покупками. Пройтись с тетушкой, шанс расслабиться. Сяо Юй, возьми это. Что это? В этот раз я не привезла много. Возьми его. Мам, зачем ты его привезла? Не надо. Тетя, не будьте так вежливы. Правда, не нужно. Ты смотришь на меня свысока? Как это возможно? Нет, конечно. Тогда я надену на тебя. Вот. Это знак признательности. Он не стоит дорого. Возьми. Хорошо смотрится. Правда, красиво. Спасибо, тетя. За что благодаришь? Когда меня здесь не будет, я попрошу тебя присмотреть за Тен Феем. Тен Фей – независимый человек, за ним не нужно присматривать. Даже независимому мужчине нужна женщина рядом, верно? Мама, давайте есть. Тен Фей, когда ты отведешь меня к своему лучшему другу Юй Пен Юэ? Эду! Тей Джей? Брат Пен Юэ. Что такое? Брат Пен Юэ, я пришла попрощаться. Попрощаться с Накой. Зайдем, поболтаем. Куда ты? Нет. Я просто очень скучаю по дому. Хочу вернуться. Брат Пен Юэ, спасибо, что всегда заботился обо мне. Я знаю, ты всегда видел во мне лишь сестру. Но ты мне правда очень нравишься. Сестра, послушай меня. Что бы ни случилось, скажи, не заставляй волноваться. Это вечер на звонок. Заходи. Слышь, скорее. Давай, залетай. Пап, сынок, произошло нечто грандиозное. Что случилось? Скажи мне, какая у тебя ситуация с Тайджейн? Пап, зачем ты поднял эту тему? Разве не знаешь? Отца Тайджейн арестовали. Я слышал, активы их семьи заморожены. Даже ее маму забрали. Для расследования. Их родственники, друзья, кричат, желая дистанцироваться от них. Они не хотят вмешиваться в их дела. Послушай, сынок, скажи, как далеко у вас зашло с Тайджейн? Вы вместе или нет? Пап, я не могу говорить. Алло? Это ты вовсем виновата. Тайджейн? Тайджейн? Чэнь Тайджейн? 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 Куда ты убежала? Я тебя повсюду искал. А если бы тебя бандит похитил? Знаешь, как я волновался? Я хотела подышать воздухом. Я в порядке. Ничего страшного, брат Пан Юэ, я пойду. Тайджейн? Я все знаю. Брат Пан Юэ. Брат Пан Юэ. Мне некуда идти. Папа арестован. Маму тоже забрали. Все нормально. Я не знаю, что делать. Дома ничего не осталось. Даже банковские карты заморозили. Брат Пан Юэ, в этом мире ты единственный, на кого я могу положиться. Я не знаю, что делать. Сестренка. Не волнуйся. Брат Пан Юэ всегда будет твоим братом. В этом мире я не оставлю тебя одну. Слышь? Все хорошо. Все хорошо. Я кака. Выглядит так, будто они обнимаются дольше обычного. В любом случае, давай подождем здесь. Это тоже не смешно. Тогда расскажи еще одно. Хочешь еще рассказать? Это точно смешно. Еще. Одна пара покупала телефон в торговом центре. Мужчина положил глаз на тот, что стоило больше тысячи юаней. Но жена отказывалась. Они ссорились снова и снова. Час спустя продавец не выдержал и сказал мужчине, брат, ты не можешь принять решение за тысячу юаней. Все равно слышишь жену. Муж разозлился, услышав это, и сказала, что ты будешь готовить для меня. Брат Пэн Юэ. Что? Где я буду спать этой ночью? Ну, ты будешь... Пришли. Что такое? Сяу-йой. Нужно кое-что обсудить. Такое дело. В семье Тайджинь возникли проблемы. Ты же живешь здесь одна, тогда... Нечего обсуждать. Ладно, считай, ничего не сказал. Ты привезла свои вещи, тогда поторопись. Спасибо, сестра-соблазнительница. Спасибо, сестра Жоу-йой. Хорошо. Только больше не называй меня так. Пойдем. Сяу-йой, когда у тебя появился такой браслет? Сразу видно, старинная вещица. Мама приехала, когда я был в командировке. Сяу-йой ходила с ней по магазинам. Моей маме было так неудобно, вот она и подарила. Такой необычный браслет. Должна быть семейная реликвия. Видно, передавался из поколения в поколение. Стоит ли говорить? У моей бабушки был такой. Я ей передала его мама моего дедушке. А бабушка передала браслет моей маме. Моя мама сказала, когда я женюсь, она передаст его моей жене. Но моя жена... Моя мама... Тен-Фэй... Извини. Я не знала, что это такой ценный браслет. Верни его тетушке вместо меня. Извини. Должна. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ёй... Плохо дело... Сучи в дверь, лады? Что такое? Тяу-й... Двое написали заявление, я их уговаривал, и правда всплыла. За эти два дня конкуренты распространили слухи, в конце года они раздадут огромные премии. Срок не важен, если они придут до конца года, каждый получит свою долю. Сотрудники нашей компании знают, что премии в этом году не будет. Теперь все волнуются, и каждый ищет способ сбежать с корабля до конца года. Тен-Фэй. Успокойся. Я чувствую, здесь что-то не так. Распределение премии компании должно быть конфиденциальным. Как могла произойти такая утечка? И сейчас только октябрь. Не слишком ли рано говорить о премиях по итогам года? Они говорят, неважно, когда присоединитесь, каждый получит долю. Не пощечено ли это старым сотрудникам? Я думаю, это заговор против нас. Это точно заговор. Тен-Фэй в курсе нашей ситуации. Он использует слухи, чтобы подорвать моральный дух компании. Довольно безжалостно. Не потратив ни юаня, у него наши сотрудники. Их тела здесь, и сердца в другом месте. А если сказать сотрудникам про премию к концу года? Это будет им на руку. Если заплатим меньше, сотрудники будут сравнивать. Недовольство компании возрастут. Если мы раздадим больше, сотрудники будут рады. Но у нас не будет оборотного капитала. Не возьмемся за проекты, и они обойдут нас. Что ж, эта хитрость не загонит меня в тупик. Хочет поиграть в доброго дядюшку? Я не дам ему добиться своего. Я обзвонил всех сегодня. Из-за плохих слухов, распространяющихся в компании. Многие даже поверили, что они правдивы. Стали беспокоиться и шептаться. Я понимаю мысли каждого, кто не хочет зарабатывать больше. Но я скажу вам честно, это не просто слухи. Это ложь. Поставьте себя на их место. Вы много работали в компании в течение года, и скоро получите премию по итогам года. Внезапно приходит куча новичков. Поработали несколько дней, но получат уже премию. Вы бы согласились? Конечно же нет. От небольшой компании из трех человек мы дошли до максимального размера почти в сотню. На протяжении всего пути только мы знаем, сколько горости и радости мы пережили, сколько крови, пота и слез пролили. Мы не шли по пути, протоптанному другими, а проложили свой. По нему не ступали наши предшественники, хотя эта дорога трудная, полна препятствий. Но я ни о чем не жалею. Почему? Потому что нам удалось написать главу в истории. Мы не только создали выгоду для себя, но и улучшили жизни оставшихся без жилья. Мы должны гордиться собой. Я не отношусь к вам несправедливо, особенно к тем, кто остался с нами. В трудные времена. Вы костя компании. Пока вы здесь, у меня есть уверенность противостоять любым трудностям. Я верну вам нашу былую славу. Объявляю. Компания выделит полтора миллиона юаней в качестве премии к концу года для всех до весеннего фестиваля. Это правило действует. Независимо от должности. зависит от эффективности и вклада. Но еще пятеро, имеющие право на эту премию, покинули компанию. Это значит, все остальные получат дополнительные 10%. Нет, так не пойдет, брат Йой. Если отдали все деньги на премию, а как же маркетинг в следующем году? А новые проекты? Джоу Ян, я знаю, ты думаешь о компании, но она не твоя и не моя, она наша. Все равно неправильно. Хорошо быть чедрым на выплаты. Но чего ожидать после? Ты не можешь осушить пруд для ловли рыбы. Я уже говорил ранее, самое главное для компании не деньги, а сотрудники. Без их упорного труда не было бы компании. Кроме того, у нас есть 4 месяца. Я верю, деньги вернутся обратно. Сейчас все иначе. Тогда мы были вне конкуренции. А теперь столкнулись с очень сильным конкурентом. Я понимаю, о чем ты. Но я уже сделал объявление о выдаче премии в конце этого года. Если возникнут проблемы, обсудим приватно. Ладно, я не возьму деньги. Для компании важна любая экономия, да? Верно, президент Юй. Мне тоже не нужна премия. Я долго работаю в компании. Я прекрасно понимаю ваши слова. Но раз компании нужны деньги на многие нужды, возьмите их. Мне тоже не нужна премия. Брат Юй, есть поговорка, при полноводной реке процветают притоки. Мы все понимаем, десятки тысяч иваний не сделают нас богатыми. Вместо их хранения в банке можно подержать ими компанию. Да, президент Юй. Разве не хорошо, что сотрудники-старички одолживают деньги компании? Одолживаете? Верно, мы одолжим наши премии. А в следующем году, когда придет время распределения премий, вы вернете их нам. Но, президент Юй, сможете поощрить наш интерес? Хорошо, Син. Раз многие высказались, интерес будет установлен на уровне 10%. Столько? Президент Юй, мне сейчас не нужна премия. Могу я тоже одолжить? Конечно. Это добровольно. Каждый получит 10%. Спасибо, президент. А я не уверен. 10%? Считаете, можно верить? Скорее всего. Я думаю, президент Юй надежен. Компания не нарушала правила для сотрудников. Я прав? Это, конечно, лучше, чем вкладывать деньги в одноразовые кредитные компании мошенников. Помните недавний инцидент? С Фанье? Да, может, стоит попробовать? Посмотрим, как пойдет. Все равно не рассчитывал, что компания заплатит. Тогда я тоже буду инвестировать. Спасибо всем за доверие. Если это все заседание переносится, можете идти. Президент. Президент Юй. Итак, результаты. Четыре человека захотели перестраховаться. Похоже, наше маленькое шоу удалось на славу. Не знаю, смеяться или плакать по этому поводу. Помнишь, что сказать? Помню. Хорошо, ступай. Президент Джоу, юрист Ван, все готовы? Не волнуйтесь, все организовано. Сяу-юй. Заходи. Лучше не надо. Я не могу заниматься таким. Лучше сделайте сами. Сяу-юй. Я знаю, вы, ребята, не строите планы против других. Особенно с нашими людьми. Но сейчас мы вынуждены пойти на это, верно? Не сомневайтесь. Что бы ни случилось, я приму удар компании на себя. Син, пойдем. Такой обман правда давит на мою совесть. Не думайте так. Мы не говорим, что не выплатим деньги. Просто продлили период четырех месяцев до шестнадцати. И все пошли к юристу Ван подписать договор. Если спросите меня, вы всегда ко всем добры. Они доверяют вам. Иначе кто не посмел бы одолжить свои премии. В компании вы не слышите подобные вещи о других местах. Из-за того, что они мне так доверяют, я не могу их подвести. Сначала я думал, нужно будет выдать не менее двух миллионов для конкуренции с другими. Но с вашей стратегией мы раздали премии на полтора миллиона. И около ста тысяч процентов все чувствуют получение прибыли. Самое главное, это укрепило моральный дух компании. Предполагаю, в ближайшие месяцы никто не уедет в отставку. Для малого и среднего бизнеса на сбор средств или получение кредита стартовая ставка не менее 12%. Если на 20. Чтобы разобраться с этим, мы предоставили поощрение в 10%. Если они об этом узнают, вероятно, это сведет их с ума. Литон Фэй не будет злиться. Наверное. Он может даже помочь нам. Он правда так сказал? Да. Слова президента Юйо. Я не верю в его байки. К вам доверия больше, поэтому и хочу присоединиться. Доверяешь мне? Разве не говорили, если я приду, то получу премию в конце года? Когда я это сказал? Все так говорят в компании. Знаешь, это всего лишь слухи. Раз это слухи, зачем им верить? Президент Юйпен и Юя прав. Если проработавший четверть года получит столько же, сколько те, кто трудились год, моральный дух подорвется. Но президент Ли, я не знаю, откуда пошли эти слухи. Проведем расследование. Ладно, возвращайся в свою компанию, президент Ли. Я уже подал в отставку. Я пришел присоединиться к вам. А когда я хотел тебя нанять? Вы сказали, я же прояснил. Это слухи. Неправда. Ладно. Вэй, Вэй, не проводи гостя. Президент Ли. Давайте обсудим это. Сюда, пожалуйста. Президент Ли, дайте мне еще один шанс. Я сделаю что угодно. Президент Ли, не прогоняйте. Президент. Президент Юй, президент Юй, дайте мне еще один шанс. Президент Юй. Вали. Я знаю, что был неправ. Слушай, Лаушань, тебе лучше уйти. Мужчина должен отвечать за свои поступки. Менеджер Син, обратитесь к президенту. Я правда не уйду больше. Я не хочу быть резким, но ты уже не молод. Как ты мог совершить такую ошибку? Хочешь? Мое мнение. Разошли скорее свои резюме. Ищи работу. Может, найдешь ту, где проработав три месяца, получишь премию. Менеджер Син, попросите президента простить меня. Умоляю вас. Кыш! Я знаю, что неправ. Дайте еще шанс. Я не могу потерять работу. Дайте еще шанс. Я буду усердно работать. Юй. Так шумно, это мешает работе. Ничего. Пусть кричит. Не приди он сюда, я заплатил бы ему за визит к нам. Пока он кричит, сотрудники будут ценить то, что у них есть. Но я считаю, манипулировать эмоциями не совсем правильно. Неправильно. Это игра с огнем. Всего одно движение и обожжешься. Думаешь, я не знаю? И все равно делаешь? У меня не было другого выбора. Половина руководства компании ушла. Мы не будем едины сейчас. Нет смысла бороться. Я думаю, ты сам довел до этого. Ладно, ладно. Теперь, когда сердца людей успокоились, какой следующий план дать отпор? Я планирую запустить новую компанию. Для всех весенний фестиваль – это особенный день. Отличается от других праздников, больше похож на священный ритуал. Он затронет сердца каждого. Подумайте только. Ради чего люди трудились весь год? Не ради ли счастливой жизни со своей семьей и друзьями? Когда они увидят своих родственников, то захочут сказать им душевные слова, поделиться невзгодами и счастливыми моментами. Поэтому я хочу провести мероприятие, где эти люди откровенно обратятся к своим близким онлайн. Выберем самых искренних, везунчик и другие участники этих историй получат бесплатные билеты домой и отправят им наши благословения. Поэтому тема этого мероприятия – бесплатный полет любви домой. Идея президента Юэй потрясающая. Мы не можем конкурировать с точки зрения финансов. Начнем с эмоциональной части. Используем тоскующих по своим семьям для расширения влияния и увеличения трафика. Блестяще. Я думаю, это сработает. Но если раздать много билетов, люди примут со спекулянтов билетами. Ты слишком честен. Мы лишь дадим им денежный эквивалент стоимости билета и все. Я понял. Детали еще стоит обсудить. Наша главная задача – задать общее направление. Насчет остального углубимся в детали позже. А ты думал, какие идеи могли появиться у наших конкурентов? Верно. Что, если они скопируют нашу идею? Если честно, я жду, когда они скопируют нас. Была ли какая-то активность от конкурентов? В последнее время Йой Пен и Я проиграл в борьбе за железнодорожные СМИ, нацелился на интернет и начал компанию. Бесплатный полет любви домой для привлечения популярности. Бесплатный полет любви домой в основном означает душевное обращение пользователей сети к их семьям перед весенним фестивалем. Тогда они возместят определенный процент на обратный билет домой. Это все? Это в духе для президента Юэ. Обычная стратегия Юэ Пен Юэ. Малым победить большее, а мягким твердое. Он знает, что не конкурент нам в финансах, поэтому воздействует на чувства. Точно. Но я думаю, душевная стратегия Юэ попала в яблочко. Люди взволнованы. Так, стопы. Хватит называть его Юэ. Включаю тебя. Что за президент Юэ? Теперь вы работаете у нас. А Юэ Пен Юэ ваш конкурент. Юэ Пен Юэ ваш враг. Что такого в имени? Почему он нельзя называть Юэм? Это стоит тебе куска мяса? Речь об отношении. Ладно. Направьте эту энергию на обсуждение важных дел. Господин Юэ, поделитесь своими мыслями. Да запросто. Слушайте, удвоить приз и удвоятся шансы на победу. Вот так. Не бессовестно ли вести себя так? Что значит бессовестно? На войне? Обман ключ к успеху. В любви и на войне все средства хороши. Разве не понимаете? Что за обман? Где твои мозги? Не можешь придумать сам? Разве интересно воровать у других? Придумай свои идеи. Если люди узнают, не засмеют ли они нас? Кто будет смеяться, если он заставляет пользователей сети рассказать родным, что у них на сердце? А мы переделаем. Это будет наша идея. Разве это не плагиат? Тебе не стыдно? Мне вот стыдно. Что за стыд? Боишься стыда? Не веди бизнес. И еще сверстники учатся друг у друга. Согласно твоей логике, если другие могут нам нельзя, разве это не бред? Есть поговорка «За подражание не судят, ясно?» Запомни, это высшая ступень ведения бизнеса. Я думаю, ты достиг высшей ступени бесстыдства. Кого ты так назвал? Тебе? Обсудим важные вещи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok